Митинг Тепличного, вопреки запретам со стороны администрации Ивановского района, все же состоялся. Несколько сотен человек пришли на площадь имени бывшего руководителя совхоза Тепличной Константина Рупасова, чтобы отстоять свое право на честный труд. Разрешение на этот митинг мы не давали, потому что сам митинг проходит в неположенном для этого месте. Сами, скажем, устроители митинга говорили, что люди настроены очень агрессивно. Поэтому здесь сейчас находятся и силы и средства Ивановской районной полиции. Агрессивным митингующим предлагали встретиться в частном секторе, на улице Цветаевой. Там меньше проходимость. Здесь же действительно к работникам Тепличного постоянно присоединялись неравнодушные жители микрорайона. Мы хотим, чтобы восстановился наш Тепличный, взяли нас в хорошие руки, чтобы наш Тепличный был так же, как раньше всегда было свежие огурцы у нас на столе. Митингующие говорят, что до окончательной гибели некогда прибыльного предприятия остались считанные дни. Тепло уже отключили и на первом производственном участке. Наш сельскохозяйственный год начинается не с 1 января, а начинается с 8 октября текущего года. Как нам вступить в новый урожай? У нас нет фактически ни директора, нет ни инвестора. То есть мы начать производственную деятельность не можем. Сотрудники совхоза подсчитали убытки от погибшего в неотапливаемых теплицах урожая. Они составили 45 миллионов рублей. Самое страшное здесь это равнодушие вот всех вот этих людей, которые вдруг обнаружилось, что оказывается в Тепличном есть люди, обычные живые люди. Да, оказывается в Тепличном кто-то работает. Вот что, да, оказывается эти люди имеют свое мнение. Хотели втихую что-то сделать, хотели тихо сделать свои дела, да, а мы им не дадим. Все письма, которые писали сотрудники Тепличного в столичной инстанции, вернулись в правительство региона. Даже самые оптимистичные митингующие уже теряют надежду. Единственный выход, по их мнению, обращение напрямую к врею губернатора Павлу Конькову. Павел Алексеевич, вы ни разу не были на нашем предприятии. Никогда мы процветали, никогда мы сейчас находимся в таком тяжелейшем положении. Вы не знаете, какие у нас люди, какие специалисты. Вы не разговаривали с коллективом, а по цифрам, может быть, где-то вам предоставили отчет. Об этом очень трудно судить. Надо разобраться в этих цифрах. Здесь собрались работники Тепличного в нескольких поколениях. Для них выращивание огурцов и помидоров – дело всей жизни. Поэтому отступать они не планируют. Следующий митинг хотят провести через две недели. И обещают, что он будет еще более масштабный.